Всем привет, это 14 серия описывающего восхождения Карла в Кальраде, это Mountain Blade Warband. Карл подошел к Сарготу, видим, что у него 103 снайпера и 27 лучников. В Сарготе гарнизон 207 человек, и кроме того, здесь несколько ярлов. Общая численность здесь нордов порядка 300 человек, но я думаю, что Карл справится. Я не стал записывать, но Карл уже успел захватить верчек. Там тоже было чуть более 200 человек гарнизона, но особых сложностей вынести их не составило, поэтому я даже не стал включать это в серию. Видим, что здесь своеобразная локация при штурме нордских городов, здесь далеко не отойти. Таковы локации, так понимаю, это дает некоторые преимущества нордам. При защите их городов, так как здесь масса у них метателей, но против снайперов, вегеров это не слишком им помогает. Видим, что и здесь. Но здесь, кстати, не совсем нордские войска, а здесь крайне смешанные войска. Видим, что здесь, видимо, совершенно разного происхождения лорда. Напомню, что в предыдущей серии Карл захватил Ревачек. У него теперь два города и замок. Ревачек, Кудан и Альбург. И теперь он должен захватывать все новые и новые города, чтобы султан Хаким рано или поздно не отдал ему очередной город или замок. И тогда Карл сможет освободиться от вассальной присяги. И стать королем, то есть образовать свое собственное королевство. Но и одновременно ему сейчас нужно ослаблять максимально нордов, так как именно с нордами у него лично крайне плохие отношения. И теперь есть только два варианта, как он может избавиться от этой проблемы. Первое, это помириться при помощи султана Хакима, если вот буквально, что называется, на днях либо султан, либо норды объявят друг другу войну. И тогда можно будет подождать, пока они заключат мир. И тогда у Карла с нордами снова стало ровное отношение. Но это маловероятно, что все эти события буквально бы завернутся на днях. И второй вариант, это просто забивать их тогда окончательно и бесповоротно, так как, чтобы помириться сейчас с нордами, нужно выплатить где-то порядка 80 тысяч. Карл платить эти деньги не хочет, хотя и может. Но видим, что закончились стрелы. Видим, что у нас намного меньше убитых, чем у них. Здесь соотношение больше, чем в 10 раз. Ну и, соответственно, Карл долго не думал, естественно, убивать, что называется, две эти цели. Можно сразу, нападая на нордские города. Напомню, что и Верчек, и Саргот долгое время находились под властью вегиров. Но потом норды снова отбили эти города. Норды здесь, как я уже упоминал, как птица Феникс. Одно время они практически были доведены до очень низкого состояния при помощи Карла, так как он долгое время охотился на нордских ерлов. И в результате они потеряли и Саргот, и Верчек, но затем они восстановились, отбили обратно эти два города у вегиров. Кроме того, они еще Родоком заплатили Правин, которые те, в свою очередь, заплатили этот город у свадов. И теперь норды по-прежнему очень могущественные, они сейчас воюют с вегирами, и, кстати, их теснят. Поэтому, если Карл не вмешается, и по этой причине, то норды вполне могут, что называется, здесь серьезно опять потеснить вегиров и укрепиться. Карлу это совершенно не нужно, так как как только он образует свою королевство, то норды это первые враги. Ну, во-первых, территориально, во-вторых, просто потому, что едва ли при таких отношениях с нордами Карл получит признание короля Рагнера. Поэтому, в общем, что называется, все сходится. Здесь у Карла самая простая задача, еще раз подчеркну, это захватывать нордские города и замки, и ждать, пока Султан Хаким откажется отдавать ему очередной город или замок, и образовывать свое королевство, в том числе на руинах нордах. Мы видим, что и здесь все складывается пока удачно, отходим, пока смотрим, не подбежали ли там норды. Напомню, здесь у них большие силы. Ну что ж, Карлу придется, наверное, временно ретироваться, подождать, пока они уйдут, и возобновлять штурм Саргота. Сделав круг по нордским землям, Карл вернулся к Сарготу. Видим, что у него теперь 107 снайперов и 24 лучника. В гарнизоне по-прежнему 120 человек, плюс нордские лорды. Некоторые из них, как мы видим, предпочитают бежать из Саргота. Султан Хаким заключает мир со свадами. Есть от него потрясающая новость. Он признает права Карла на перчек, который, как я уже отмечал, Карл захватил до Саргота. Теперь у Карла три города и замок. Ну что ж, Султан Хаким великий человек. Карлу прям даже, наверное, не очень хочется уходить с Султаната. Может быть, он признает и права Карла на Саргот, когда он его захватит. И тогда вообще будет. Называется, крайне жаль оставаться Султаном Хакимом. Видимо, авторитет у Карла в Султанате настолько велик, что Султан может Карлу позволить то, что не позволяет никому другому. Но вы могли заметить, что сбежали некоторые лорды из этого города. Я их понимаю, потому что Карл их может захватить просто в плен в этом городе. И они, не надеясь спасти этот город, просто уходят из него. Вполне себе рациональное поведение. Кроме того, здесь много пленников в Сарготе, поэтому, я думаю, Карлу имеет смысл не захватывать этот город сразу, а вернуться сюда. Мы хотим сотни человек, чтобы 50 человек захватить из пленников. Но, правда, опять же, надо все время в голове держать, что здесь у нордов все-таки достаточно большие силы. Здесь постоянно ходит король Рагнар со своими 150-170 людьми. Поэтому все будет зависеть от того, как здесь будет складываться ситуация. Но я думаю, что все-таки Султан Хаким не отдаст Карлу Саргот. Это уж было бы совсем чересчур. Поэтому Карл, в общем, фактически в шаге от образования своего королевства. Ну, что касается непосредственно этого штурма, вы видите, что крайне слабые защитники. Ничего они толком противопоставить не могут, поэтому, я думаю, легко. Я думаю, вынесем большую часть защитников, потом сходим в Альбург, оставим там часть лучников, и вернемся сюда, что называется, на легке, захватывать этот город и захватывать всех пленников в этом городе. Но видим, что 8.111. Все замечательно, и Карл, я думаю, скоро сюда еще раз вернется. Вы можете видеть, чем заключался коварный план Султана Хакима. Он отдал Карлу верчек, который вот-вот должны были захватить Сладой. После того, как они его захватили, тут же с ним заключил мир. В общем, у Карла по-прежнему всего лишь два города. Карл снова у Саргота, налегке сюда подойти не удалось, так как здесь, в Сарготе, еще и Король Рагнар. Видим, что у Карла 122 снайпера и 18 лучников. В Сарготе гарнизон 99 человек, плюс Король Рагнар 170, плюс другие ярлы. В общем, здесь общая численность почти 400 человек. Я подумал, может быть, оно и к лучшему, что Султан Хаким устроил такую хитрую интригу. И в результате Карл лишился верчега. Но, во-первых, Карл теперь точно знает, что Султан отдаст ему Саргот, если Карл захватит его, во-вторых, я думаю, может быть, стоит попридержать коней. И почему бы здесь в Сарготе тоже не устроить еще одну свою базу. Опять же, напомню, что Султан сейчас ни с кем не воюет. А Норды отбить этот город не смогут у Карла, так как Карл по-прежнему в Султанасе. Поэтому Сарготу в ближайшее время ничего не угрожает. Я думаю, что у Карла будет время здесь укрепиться. А Саргот стратегически более выгодно расположен, чем Верчек. Поэтому, что называется, неоткуда без добра. Я думаю, откладывается тогда выход Карла из Султаната, Султан каким-то такой добрый, что может позволить Карлу в месте города, не считая Замка. Но, видим, в общем-то, по-прежнему у Карла здесь преимущество. Но, я думаю, что, так как здесь большие силы, лучше взобновить штурм позже и вернуться сюда опять с максимальным составом. Но, видим, что они потеряли опять гораздо больше, чем мы. И Карл вернется сюда попозже. Карл снова у Саргота. У него теперь 116 снайперов и гиров. Король ушел из Саргота. И теперь здесь гарнизон 93 человека и оставшиеся Ярлы. В общей сложности здесь порядка 200 человек, не более. Я думаю, что, если не подойдет Нордское подкрепление, прежде всего сам Король, Карл на этот раз окончательно захватит Саргот. Напомню, что Норды здесь воюют с вегерами, поэтому они сейчас разрываются между осадой одного вегерского замка и защитой Саргота от Карла. Вот они курсируют туда-сюда. Но видим, что никакого серьезного сопротивления люди здесь в этом гарнизоне оказать не могут. У них практически нет лучников уже. Поэтому просто их расстреливаем. И если бы у снайперов Карла было бы побольше стрел, я думаю, что мы бы закончили прямо сейчас. Вот так, я думаю, стрелы влазят. поэтому придется сделать еще один заход. Хорошо, что здесь в Сарготе штурмовые лестницы и не осадная башня, иначе у Карла здесь были бы большие проблемы, так как сюда постоянно является большая нордская армия. И они бы просто не дали здесь Карлу строить осадные башни. Пришлось бы всех этих нордов по одному выносить, караулить. В общем, это была бы проблема. А так Карл просто подходит, делает заход, смотрит, подходит ли норды, уходит, если они подходят, и снова подходит и быстро штурмует. Тактика понятна и простая, видим, что закончились стрелы, к сожалению. Чтобы резину не тянуть, надо уходить. Но видим, что у нас четыре убитых против их 101. Красновичевая статистика. Теперь надо посмотреть, есть ли вокруг норды, прежде всего король. Родни наблюдается, значит, тогда идем на теперь уже точно заключительную стадию, на заключительный шторм. А вот кстати, король появился, судя по всему. Но он не рискует напасть, а вот теперь появилась основная норская армия. К сожалению, не дали они Карла захватить именно сейчас, но я думаю, не проблема. Придется Карлу уходить огородами, но здесь сделает очередной круг и вернется к Сарготу для того, чтобы уже захватить его окончательно. Карл снова рядом с Сарготом, здесь находится король Рагнер, естественно, нас это не остановит, штурмуем все равно. Этот город мы уже знаем, что король Рагнер боится нападать на Карла, тем хуже для него. Я думаю, в замке у них не больше шансов против лучников Карла, чем на открытой местности. Естественно, Норды очень не хотят отдавать Сарготу, это их столица, это владение самого короля. Но в принципе Карлу все равно, через какое время он захватит Саргот, он все равно захватит. Вопрос только в том, сколько при этом придется положить нордов, насколько они упорно будут защищать этот город. Еще раз подчеркну, Карл просто будет подходить к этому городу, делать такую вылазку, отходить, дезориентировать таким образом нордов, снова подходить, снова делать такую вылазку. я думаю, что до тех пор, пока он этот город не захватит. Откровенно говоря, я даже не знаю, что выгоднее Карлу, захватить короля или не захватить. скажем, захватить конечно лучше, потому что можно будет его отгустить например. С одной стороны нордов он собирается уничтожить, и тогда лучше наверное захватить. С другой стороны норды здесь по-прежнему выполняют миссию по уничтожению вегеров, и в общем если так хорошенько подумать, что можно им и не мешать. Они уже серьезно ослаблены. Ну в общем что называется об этом мы подумаем завтра, а сегодня в любом случае Карл настроен захватить Саргот. Еще раз подчеркну, видим, что стрела закончились и отходим. У нас 5 убитых, уничтож 18, ну что ж замечательно, я думаю, что Карл на время отойдет от Саргота и снова вернется, чтобы продолжать все то же самое дело. Карл снова Саргота, и снова отсюда убегают лорды нордские, чтобы не попасть плен. Остался в Сарготе один ярл де глан. Вместе с ним здесь 100 защитников. Естественно, Карл продолжает штурмовать этот город. Я уже, честно говоря, опасаюсь говорить, что это последняя стадия, что это завершающий штурм. Сотню мы можем и не вынести за раз. А когда второй раз будем ставить штурмовые лестницы, сюда снова могут подгрести какой-нибудь ярл или группа ярлов, что называется группа товарищей. Включая короля Рагнера, придется снова ретироваться, но, как я уже отмечал, ни меня, ни Карла это особо не огорчает. Я думаю саргот мы все равно возьмем и вопрос сколько мы здесь уложим нордов и не только нордов, потому что тут же деглан это явно и норд. но мы видим, что у нас потери практически отсутствуют, у них нет лучников, у них есть только метатели, есть только одна очень плохая сторона у лучников, это то, что у них быстро заканчиваются стрелы, вот собственно о чем я и говорил, все-таки всех мы никак не можем вынести, потому что заканчиваются стрелы и приходится отступать, но я думаю почему бы Карлу здесь не по партизанить, раз такая возможность есть безнаказанно забраться на эту лестницу, здесь в нордских городах даже не лестница, здесь скажем так подход, спуск, в этом смысле входить в нордские города по этому спуску можно так же как по осадной башне, кстати ни в Верчеге, ни в Сарготе осадных башен нет, здесь именно лестница, посмотрим что будет в тереме может быть именно по этой причине нордские города вообще особняком стоят, может здесь вообще не надо строить осадные башни никогда, но мы видим что отчасти все-таки этот поход Карлову и удался он вытаскивает на себя оставшихся здесь живых их расстреливают его снайфера я думаю что Карлу все-таки уже стало скучно в самом начале я отмечал что здесь мы безусловно будем играть на этом уровне сложности за полководца а не за бойца ну и действительно прежде всего на осадах у Карла здесь функция заключается в том чтобы однообразно стоять со щитом впереди смотреть как другие воюют расстреливают его единственная функция на этих осадах в основной части заключается в том чтобы не пасть самому хотя конечно я играю так чтобы совсем уже превращаться стороннего наблюдателя видим что Карл активно воюет в сражениях в поле естественно с бандитами но вот на осадах действительно ничего другого как стоять в сторонке со щитом впереди и в лучшем случае выполнять роль отвлекающего фактора ничего другого делать никак не получается что называется законы жанра здесь такие жестокие на этом уровне сложности что Карл здесь особо боевая единица как в шахматах король задача только уходить и прятаться за другие фигуры поэтому Карл решил здесь разнообразить свою жизнь раз уж есть такая возможность повоевать самому почему бы ее не воспользоваться правда видим что не слишком здесь им это дают сделать дают дают Все равно всех Карл не перебьет, только тянем время. Хотя бы еще одного напоследок. Не ну какой негодяй, взял щит разбил. Теперь уже совсем делать нечего, придется опять возвращаться и в очередной раз строить эту лестницу, а вернее спуск, вернее подъем даже, если точнее сказать. Будет забавно, если сюда опять явятся Норды. И опять Карлу не дадут захватить. Все это превращается уже в многосерийный сериал «Мыль на оперу». Мы видим, что заключили мир Норды с Вегерами, а также Свада начинает войну с Рудаками. Но вот то, что заключили мир Норды с Вегерами, это совсем не очень хорошо. Пора заканчивать все это действительно оперу, иначе сюда явятся все силы Нордов, и задача усложнится все-таки. Повоевать самому Карлу здесь не удалось, что называется, развлечь себя и публику. Что называется, последний шанс. Ну вот, наконец-то противник к нему повернулся, если не тылом, то боком. Я думаю, последнее слово, если кто-то за Карлом уже. Ну что ж, победа. Победный клич армии Карла. Так, к сожалению, опять мы без толку никого взять не можем. Вполне понятно причинам, что это был сложный штурм. И здесь никак нельзя было ходить, скажем так, налегке. Приходилось постоянно брать с собой максимальное количество воинов. Но я думаю, что мы выгрузим лучников вегеров, и вместо них возьмем здесь максимально прокаченных юнитов. Для того, чтобы разнообразить свою армию. Я думаю, что как-нибудь из вегерских селян Карл прокачает лучников. Их здесь много, далеко ходить не надо. А вот экзотических для этих мест воинов в определенном количестве мы возьмем. Ну что ж, я думаю, что на этом я, наверное, буду уже заканчивать эту серию. По крайней мере, есть хоть какой-то логический конец. Именно мы все-таки взяли Саргот. Безусловно, мы уже знаем, что Султан Хаким отдаст Саргот Карлу. И Карл, я думаю, что укрепит этот город. Ну что ж, я думаю, посмотрим карту. И на этом я заканчиваю эту серию. Продолжение следует. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok